Коллеги, ну я тогда официально объявляю о начале 14-го заседания нашего дискуссионно-аналитического клуба, уже 14-е заседание. Сегодня у нас докладчик Мира Викторовна Баву-Сюрюн, профессор Тувинского государственного университета, главный научный сотрудник Центра развития тувинской традиционной культуры. И тема доклада «Тувинский язык в современном образовательном пространстве». Будем очень большим интересом слушать Ваш рассказ. Пожалуйста, Мира Викторовна. Здравствуйте, коллеги, члены дискуссионного клуба. Прежде чем начать выступать, я хочу, надеюсь, что, наверное, Игорь Валентинович Кармошин сегодня тоже присутствует на нашем заседании. Хочу поздравить его с днем рождения. Он много лет был у нас профессором кафедры актуинской филологии и общего искознания, читал курс древне-тюркский язык. И по моей просьбе он написал учебник древне-тюркские языки в 2005 году. Но для университета это было большое подспорье. И самый главный такой исторический шаг, что у нас был и есть учебник, учебное пособие с грифом «Учебно-метрическое объединение Мистерства образования Российской Федерации». И вместе с Игорем Валентиновичем за то время, сколько он проработал, я посмотрел, не менее 20 лет у нас проработал, мы с ним ездили в экспедиции по Туве, по Монголии. И я училась у него опыту полевой, экспедиционной работы. И хочется поблагодарить Игоря Валентиновича за ту большую помощь в нашей работе по преподаванию и в вашем состоянии молодых научных кадров. И пожелать ему здоровья, успехов и дальнейшего творчества. Теперь я уже приступаю к своему непосредственному докладу. Ну, непосредственно к этому докладу меня подвигли некоторые обстоятельства. Во-первых, я работаю вместе с Тамарей Горасимовной и Баргаяковой по гранту РФФИ «Языковая ситуация в юно-сибирских тюркских регионах». Вот. И в течение 20-21 года занималась анкетированием, анализом языковой ситуации в Республике Туве. Ну, и анализируя последние вышедшие работы по социолингвистике, с удовольствием отметила, что журнал «Новые исследования Тувы» довольно часто печатает работы наших лингвистов именно в этой области социолингвистики. Потому что журнал больше всего, конечно, направлен на отвиноведение, но больше всего там работ по социологии, по социальной антропологии, ну и немножко есть, конечно, по туинской филологии. И в этом журнале за 2021 год в первом номере я увидела статью трех авторов. Начала с интересом читать. Это была статья Арифьева, Афтикереева и Синячкина «Проблемы лингвизма в системе школьного языкового образования Республики Тува». Ну, познакомившись с этой работой, конечно, я не смогла удержать своих эмоций, потому что там столько много было моментов, которые просто требовали какое-то вмешательство и какого-то отзыва. Вот. Написала рецензию, но журнал, редакция журнала мне вообще не ответила. Хотя я написала, саму рецензию отправила. Вот. Потом российскую тюркологию отправляла. Мне сказали, что на политические темы, на политическую лингвистику мы не печатаем работы. И тогда я обратилась к Анне Владимировне. Анна Владимировна мне предложила выступить на свидании дискуссионного анальтибского клуба. Вот. Но, конечно, мое выступление целиком и полностью не является вот ответом или же рецензией на ту статью. Но рецензию я обязательно прочитаю. Вот. Мое выступление – это попытка анализа ситуации в современном образовательном пространстве именно с туинским языком. Ну, прежде чем начать, следующий слайд. Как это делается, следующий слайд? Вот. Я думаю, что нужно дать краткую историческую справку, потому что Тувая является настолько таким самобытным регионом России. И, наверное, все знают, что у нас горловое пение, как бренд республики, его шарпа афиширует. Но нужно сказать, что помимо этого, что туинцы очень любят именно конкретно свою малую историческую родину. Вот. И они, вот, исполнители горлового пения, когда исполняют свои песни, то есть исполняют горловое пение, обязательно сопровождают песнями о своей родной маленькой родине. Конечно же, гастролире по всему миру именно на туинском языке они это исполняют. Вот. И одна моя информантка как-то сделала замечание по поводу современных песен. И вот такую очень интересную фразу она сказала. Когда слышишь песню о своей родной земле, у тебя поднимается настроение. Ну, по-тавински очень красиво было сказано. То есть ты как бы на крыльях взлетаешь и получаешь такую энергию, что, в общем-то, тебя родная земля, энергетика родной земли тебя подпитывает. Вот. Поэтому туинцы очень любят конкретно свою историческую малую родину. И оно нигде, конечно же, не пишется, но вот это истинно так. И Тува вошла в состав Советского Союза. Я написала Россию, потому что, в общем-то, в то время был это СССР на правах автономной области. Потом в 64-м году стала автономной республикой. С 21 по 44-й год была отдельным государством Туинской народной республики. Третьей страной вместе с Монголией, составляющей социалистический лагерь до 40-х годов. Здесь, если посмотреть исторические данные, в общем-то, очень много было сделано со стороны СССР, чтобы Тува была ориентирована. Но это в то же время на СССР и в то же время, конечно, и со стороны Туинской народной республики. И руководство того времени тоже было очень много сделано. Но не все было одинаково. То есть равнозначно были сторонники, которые хотели бы соединиться с Монголией. И в первые годы Туинской народной республики кадры для республики готовились и в Монголии, и в России. Почему в Монголии? Потому что это было традиционное место, где, в общем-то, обучались грамотные люди Тува. Потому что даже будучи в составе Синской и Маньчжурской империи, Тува пользовалась старописьменным монгольским языком. Это был официальный язык на территории Тувы, вплоть до, можно сказать, до 40-х годов. С 1914 по 1921 год это была отдельная территория. В общем-то, в исторических документах она значится как Уран-Урян-Хай, Тан-ну-Тува. Урян-Хай – это, конечно, в русских документах. Тогда-то в полустаром – это в туинских документах. Документы, конечно же, готовились на старописьменном монгольском языке. Но в это время очень активно работала большая группа со стороны СССР. Конечно, она документы готовила на русском языке. Чуть раньше, в 14-м году, она стала протекторатом России. Это после падения Синской и Маньчжурской империи в 12-м году. Тувы вместе с монголами сражались на территории Монголии, получили независимость. И именно с этого момента, с 12-го года, очень долго, активно обсуждались и группировались верхушки, кто на какой стороне или в какой стороне принял. Но, тем не менее, абсолютным большинством, конечно, было принято такое решение, что это будет отдельная территория, а потом уже стала частью СССР. Если взять поэтические строки, вообще, когда я готовила, то есть, вернее, я руководила одной аспирантской работой, было очень интересно, еще в 40-х годах, в 40-х годах, тувинцы своим отечеством, чем это называли, России, но именно тогда появилось понятие, а дальше родная сторона, отчизна. До этого, конечно, и есть материнская родина. И, соответственно, с этим, конечно, языковая ситуация на территории республики за последние 100 лет менялась в разных направлениях. В начале 20-го века пригладало русско-тувинское дуязычие. Первые русские переселенцы, это был конец 19-го века, конечно же, овладевали законностным населением, и у них развивался русско-тувинское дуязычие, а потом уже после вхождения в ТУ состав СССР, конечно же, больше всего, то есть развивается тувинско-русское дуязычие. Следующий слайд. И в современной Туве наблюдаются основные, вот такие основные языковые процессы. В социальной сфере массовый тувинско-русский билингвизм, языковой сдвиг у молодого поколения тувинцев. Кстати, об этом пишут несколько авторов. Вот аспиранка Галина Александровна Дархеевой, себе ночью Сергеевна целую монографию написала, и, в общем-то, доказала об этом. Статья Ася Николаевна и Биткеевой, и Тамары Горасимберг-Яковой тоже, в общем-то, об этом говорит. И, в общем-то, мои данные тоже показывают о языковом сдвиге молодого поколения тувинцев. Ну, и происходит социальная дифференциация тувинского языка. Вот эти два явления, языковой сдвиг и социальная дифференциация, во-первых, языковой сдвиг стал очень заметен буквально в последние 5-6 лет. А социальная дифференциация тувинского языка стала заметна с 90-х годов, но в последнее время, особенно в социальных сетях, можно увидеть целые такие материалы, которые свидетельствуют о том, что действительно это стало таким явным, видным, потому что в 70-м годах, как считается, сформировалось городское население, а до этого как-то язык был более монолитным именно в социальном отношении, хотя считается, что, в общем-то, у верхушки и у лам был отдельный язык. Ну, судить, конечно, сейчас об этом сложно, но в современное состояние социальной дифференциации в чем видится? Это городской тувинский язык, сельский тувинский язык, потом у предпринимателей или у бизнеса, ну и плюс еще, конечно, стыдно, но тюремный жаргон явно виден. Конечно, для этого было очень много таких предпосылок, в том числе это создание городов, которые впоследствии, то есть два города, которые строили силами запрещенных, большой комбинат, горнообогатительный, но он уже распался, и, в общем-то, город фактически стал заложником. Это был моногород, градообразующим был комбинат УАЗБЕС, и сейчас он просто уже, ну, уже, он давно не существует, и его уже стали разбирать на отдельные детали. Вот еще второй, это город Шаганар. Он был перенесен с одного места на другой, когда затопляли Саяно-Шуршинский водохранич, очень много земли, конечно, там тоже, в общем-то, много использовалось такой силы запрещенных. Очень много было приезжих. Вот я думаю, что вот эти два момента сыграли на то, чтобы, то есть, основу этой социальной дифференциации положили вот эти две события, вроде бы экономические, но в то же время они повлияли на социальную жизнь общества, потому что очень много там заимствований из русского языка. Вот. Ну и сейчас в сфере образования явно видно сужение, сфер-функционирование туинского языка по сравнению с 2000-ми годами. Вот в самой структуре туинского языка всеохватное влияние русского языка на все яросу туинского языка, активное функционирование интернационализма и активное пополнение лексического состава. Здесь очень интересно, конечно, идет лексические дериватия, прямые заимствования, но и контаминатов очень много. И активно вновь стали использоваться монгольские языковые элементы, в частности, словообразовательные аффиксы и модели, по которым строились слова. Так, следующий слайд. Ну, нужно сказать, что до создания отнюдьской письменности, я уже говорил, до 30-го года, пользовались старописьменным монгольским языком. Некоторые почему-то считают, что вот как только создали письменность, и, в общем-то, все дело производства сразу пришло на латиницу. Значит, недавние опубликованные документы, официальные документы показывают, что официальным языком старописьменный монгольский оставался вплоть до 40-го года. Почему я об этом говорю? Что вот имеется документ, созданный на старописьменном монгольском языке. Это постановление правительства Туинской народной республики о переходе с латиницы на Кирилю. Постановление было принято в 41-м году. И полный переход на Кирилю был осуществлен в 1944 году. То есть после вхождения Тубы в состав СССР. Это, конечно же, в общем-то было оправдано, но до появления латиницы в 30-м году попытки создания письменности на латинице тоже были. Причем довольно успешный алфаид был создан ламой. Могуш-лапсоджимитом в 28-м году, но под идеологическим предлогом эта письменность была отклонена. И потом уже в создании латиницы, принятой официально в 30-м году, конечно же, принимали участие советские ученые. Там Поппи, потом Пальмах. Поппи, да, в основном, конечно, считают, что алфаид был создан Поппи. Так, следующий слайд. Говоря о языковой ситуации в Туве, нельзя обойти религиозную ситуацию. Потому что, особенно последние годы, где-то с 2000-х до 90-х годов, только-только, видимо, буддизм вновь возрождался. Шаманизм тоже стал выходить из подполья. Все было очень запрещено. Наш доктор исторических наук Могуш-лапсоджимитом все эти годы тихо, в отсутствие посторонних глаз, собирал шаманские песнопения. И уже после того, как стало возможно, он выписал свои книги. А выше тувейских шаманов, то есть песнопения тувейских шаманов. Но современные шаманы, конечно же, они больше всего не шаманисты, но к ним народ ходит. А буддизм тоже, в общем-то, стал очень активен. Практически в каждом районном центре имеются буддийские центры. Козели их несколько, причем они делятся тоже так интересно, тоже по названиям этих же кожунов. И почему? Потому что главными настоятелями этих буддийских монастырей является выход из того или иного района. Вот поэтому есть там Герзенский, Судхольский, Улухимский и так далее. А среди тувейцев имеются сигналы. Подождите, их немного. Поэтому, говоря о языковой ситуации, нельзя отбрасывать именно религиозную ситуацию. Потому что очень много туда, то есть приходят на службы молодежи, и, в общем-то, очень распространена личная астрология. И личная астрология обязательно при рождении ребенка, когда свадьба, когда хотят свататься, и, конечно же, когда провожают последний путь. Ну и такие религиозные праздники, как шага, скорее всего, шага, конечно, просто всеобщий праздник встречи Нового Году по лунному календарю проходит при большом стечении народа. Ну и, конечно, празднуется. Раньше это было в больших стадионах, крытых местах, это самое, в культурных досуговых центрах. Обязательно читали молебны при встрече Нового Года по лунному календарю. Но сейчас, конечно, пандемия это все под запретом, но народ, конечно, выходит из положения. Оказывается, теперь службы проводятся через социальные сети. Разговор проходит на путстве на туинском языке, а сама служба, конечно, либо на монгольском, либо на тибетском языках, в зависимости от места получения образования ламы. Если видеть, то на тибетском языке, если в Монголии или Бурятии, то на монгольском языке. Поэтому у служителей, сторонников буддизма развиты разные формы анплелингвизма. Туинско-русско-монгольско-тибетский, туинско-русско-тибетско-хинди-английский. Но некоторые усваивают орды в разговорном уровне. Это, конечно, разные уровни. Есть ламы, получившие в ЭШ образовании, и которые свободно переводят с тибетского с английского на туминский язык и на русский язык. Следующий слайд. И удельная весть с национальностью Тувы. Я показала разные периоды. Если посмотрите, то в 2018 году тувинца было 80, потом все меньше в составе, в общем составе населения. А в 2010 году тоже, в общем-то, возвращается в первоначальное положение. То есть где-то 82% тувинцев составляет 82% от всего населения республики. Ну и русскоязычное население сейчас менее 20%, где-то около 16% в настоящее время. То есть таким образом говорить о ослаблении позиции тувинского языка не приходится, но получается, что в официальных структурах как-то понимание совсем другое. Считается, что в общем-то тувинский язык непрестижный по данным анкет, что он мешает учебе, и что он, поскольку мешает учебе, значит, не дает возможность хорошо сдать ЕГЭ и так далее. Поэтому, когда наше министерство образования, оказывается, с 16-го года стало очень активно агитировать школу на переход на русский язык обучения, то те, которые, в общем-то, истинно так считали, видимо, сразу перешли. Но последние 28 школ держались до последнего из 174 учебных заведений. И в 18-м году полностью перешли на русский язык обучения все школы республики. И у меня, конечно, заводникает вопрос. Вот при такой языковой ситуации в целом в республике насколько был промерен переход на русский язык обучения? Теперь давайте следующий слайд посмотрим. Вот родным языком считают абсолютные 80% опрошенных. Потом следующий. Уровень знания русского языка, катуинского языка. Следующая таблица покажите. Или я где-то могу подрегулировать? Вот. И оцените ваш уровень владения русским языком. Теперь уже считают, что 50% опрошенных считают, что свободно говорят на русском языке. 41 в среднем на элементарном уровне 6. Кто-то, 3 человека всего написали, что не владеют. Остальные, там всего 15 человек, наверное, затруднились ответить, на каком уровне владеют русским языком. Реально это взрослое население, потому что мы анкетирование проводили и среди взрослых от 18 лет. Очень много было людей с высшим образованием. Но вот насколько реально вот эта цифра и насколько свободно говорят, конечно же, что такое говорить свободно. Вот это тоже является большим вопросом. Следующий. И туинский язык. Абсолютное большинство, 84% считают, что владеют русским языком. Но те туинский язык никак, это те, то есть это респонденты, которые не являются татувинской национальности. А вот пропуски это небольшая группа, которые, в общем-то, видимо, которые сказали, что не владеют татувинским языком. А те, которые частично это татувинцы и некоторая часть русскоязычной населения, вот, я потом пожалела. Надо было как-то отметить вот это национальность. можно было быть дефоренцированным. Но в этом числе очень много, конечно, то видео, которое просто кто-то понимает. Следующий слон. Вот, говорю, видите, уже сразу падает частично 56%. Там, если 70% было процентов, теперь уже, то есть понимать, понимает, но говорить уже затрудняется. И поднимается количество людей, которые никак не говорят. Вот, и про пущеных уже появляется побольше. Следующий слон. Читаю. Здесь опять падает уровень владения курицким языком. и читающих все меньше. Никак тоже, то есть частично владеющих читающих и никак не читающих и вообще, которые не смогли ответить. Цифры увеличиваются. Вот. Либо просто не хотят читать, либо просто не имеют читать. То есть не понимают, что написано на третийском языке. Все решили. Пишу. Такая же картина. Но владеющих свободное. То есть письмо но тоже достаточно много. 78. Почти что 80%. Но в то же время тоже появляется достаточное количество людей, которые никак плохо пишут либо никак не пишут. Следующий. Вот язык общения средителей. Но здесь, конечно, больше всего говорят дома на туинском языке и на туинском, и на русском. Следующая группа людей, потом только на русском, это уже те дети, которые ассимилировались и владеют только русским языком. 7,6%. Следующая таблица с бабушками, дедушками, то примерно такая же картина. Но после того, как был проведен такой опрос, я подумала, что наверное надо было еще поработать детьми младшего школьного возраста, еще дошкольного образовательного, но это присутствие детей. В период пандемии, конечно, это было затруднительно, поэтому здесь данные только от взрослых людей, то есть от совершеннолетних. А ситуация с языком с двигатом это очень заметно именно у детей дошкольного образовательного возраста, начальной школы, но здесь более-менее хорошая картина. Следующая. Друзья с друзьями здесь поровну и русским, и туинским, и туинским, только русским языком. И в этой ситуации тоже говорить, что ситуация с туинским языком плохо, тоже не приходится говорить, потому что условия города при таком включенном наблюдении очень часто наблюдаешь, отмечаешь свободное переключение кодов. Но я считаю, что если человек начинает фразу на туинском, потом следующая фраза на русском, это, наверное, нормально может с админейского ситуации. Хотя, наверное, может поспорить это отношение. Так, следующий. С коллегами. Но здесь уже больше, потому что сейчас очень много требуется информации передать или же получить на русском языке, соответственно, работая с коллегами гораздо чаще обращается к русскому языку и общается с коллегами на русском и таветском языках. Кстати, когда мы объезжали город и пригородные населенные пункты, иногда даже места наиболее часто посещаемые уже за пределами города в районах, обратили внимание, что языков и лошадь исключительно на русском языке. То есть все таблички, объявления, какие-то указатели и так далее только на русском языке. Следующий. То есть обрешение в госучреждения и организации. конечно же чаще только на русском языке, то, что я говорила, возрастает, но уже меньше только на туинском языке, чаще на туинском языке. Скорее всего, эта реакция, когда видят, что сотрудник туинской национальности, конечно же, обращаются на туинском языке. Иногда хотя госучреждения и организации все равно это, я считаю, когда человек лично подходит, в общем-то, это такая нерегулируемая сфера и говорить конкретно на каком языке очень-то сложно, выбирают сами участвующие в разговоре. Следующий. вот здесь ситуация с материалами СМИ очень интересная. Здесь мы зря кажется очень много телевидения, радио, газеты, интернет включили в один вопрос, потому что когда включается сюда интернет, очень многие оказываются пользуются интернетом, редко читают газеты и слушают радио, пользуются телевидением в основном, гаджетами, конечно, соответственно, интернетом. И вот здесь получается больше информации получают на русском языке, при необходимости особенно в социальных сетях читают еще и на туинском языке получаете и на русском, и на туинском языке. Но в целом только на туинском получаются цифры значительно меньше, 5,3%. В дальнейшем, если вести какие-то исследования, мне кажется, вот эти сферы нужно разделить. Следующее. Да. Значит, считаете ли вы необходимым, чтобы туинские дети имели возможность изучать туинский язык в школе? Абсолютное большинство считает, что нужно изучать. Скорее, да, 11-12%, скорее, нет, очень мало. Вот, нет, тоже очень мало, затрудняюсь ответить мало. Надо сказать, что я разговаривала с русскоязычными респондентами, они не против изучать туинский язык, только вот проблема, что школы не могут обеспечить качественное преподавание туинского языка и не могут это организовать на местах. Следующий. По-вашему, не стоит ли вести обязательно изучить туинское язык для всех школьников туинского языка? То есть, половина считает, да, скорее, да, думает, аж так же сдавать йоги, и вот, затрудняюсь ответить, тоже такая же группа. потому что, когда заполняют анкеты, начинают рассуждать. Ну вот, если вот, там много часов, а потом они как будут сдавать йоги, но почему-то все настолько напуганы от йоги, что только чтобы ребенок успешно закончил школу, готов отказаться от туинского языка, но, тем не менее, все равно абсолютно большинство считает, что туинский язык надо изучать в школе. Вот еще для всех школьников есть еще понятие. Здесь языковая лояльность проявляется. То есть, если человек другой национальности, то зачем его принуждать? Вот, что касается туинской национальности, пусть обязательно, потому что они туинцы, они должны знать свою историю, вот, должны общаться со своими родственниками и мы должны знать. Вот, обязывать людей другой национальности изучать туинский язык, это только от желания самого человека. Вот, эти при устном опросе и включенное наблюдение, вот такие разговоры. Следующие. Вот, ну и здесь причина, конечно. Причины самые разнообразные, но абсолютное большинство, узкая сфера применения туинского языка, низкая престижность туинского языка, 35,9% узкая сфера, вот, низкая престижность туинского языка, 27,4%. Ну, предваряя, да, еще вот отсутствие обучения на туинском языке в школе, вот, и отсутствие возможностей, это, конечно, те, которые говорят на русском. разброс мнений очень большой, вот, но в пользу узкой сферы и низкой престижности, конечно же, работают, что оказалось, что даже вот эта внешняя реклама, так называемая, так называемый языковой ландшафт республики, значит, отсутствие книг в достаточном количестве на туинском языке, особенно для детей, красочно оформленных, соответствующих отдельным возрастным группам, потом отсутствие хороших телевизионных передач, то есть это все считает низкой престижностью туинского языка, я считаю, что это низко престижно, потому что нет этого, другого, третьего нет, и, конечно же, говорят, но карусели все время вещают на русском языке, я думаю, что, наверное, многие регионы скажут, что карусель по многому путает наши карты в этом отношении, вот, и поэтому свои ответы при устном опросе аргументируют вот такими вещами, где карусель читает, а что читать, и потом что слышать по радио, вот низкое качество передач и так далее. Следующая. Вот, туинского языка. Абсолютное большинство считает, что зависит от самих носителей, 44%, вот, и ждут какое-то решение от республиканской власти, потом считает, что школы должны хорошо обучить, и следующий буду посчитать, что сверху должны, то есть российские власти тоже, в общем-то, должны смотреть, что происходит в регионах. Вот, но есть, конечно, люди, которые затруднялись ответить, сложно, не думал об этом, как-то не анализировал, вот, но совсем немножко людей считает, что зависит от родителей. Следующий. Вот, и готовы ли вам оказать и действие сохранить развитие турецкого языка? Ну, абсолютно большинство говорят, да, но те, которые никак не думали, конечно же, отвечают, затрудняются ответить. Следующий слой. А, ну, это уже до этого. Ну, вот, в принципе, вот такое положение, вот эти предложения я уже в конце своего выступления буду говорить, а теперь я хочу сказать несколько слов о том, как могло случиться вот так, что все школы перешли на русский язык обучения. Если помните ситуацию с 14-15 года, когда, в общем-то, общественно-народный фронт у нас в Туве, потом Россия стала показываться, то есть преддверии, предваряя события 18-го года, когда Государственная Дума приняла закон, внесла изменения в закон образования выбора языка обучения. До этого, конечно, очень много было волнений по поводу сокращения часов по туинскому языку. Я тогда понять не могла, почему часы сокращаются. Некоторые учителя, потому что я 40 лет проработала в университете, фактически каждый учитель меня знает, либо я их знаю, потому что я у них преподавала, и все свои беды, конечно же, приезжая в Козыл, докладываясь на различных конференциях, либо приезжая на семинарии, курсы повышения квалификации, потихоньку стали говорить, что сокращается количество часов по родному языку, не хватает учебников, но я говорю, как так? Не могла понять. И до тех пор, пока эта статья не появилась. в журнале новое исследование ТУБы оказывается, никаким образом не вынося на общественное обсуждение о переходе всех школ республики на русский язык обучения, тогдашний министр образования с 15 по 20 год работала с тихоньку пользуясь своим положением перевела все школы на русский язык обучения. Когда учителя директора мне говорили об этом, я каждый раз просила, понимаете, если я буду говорить, исходя из того, что вы мне сказали, там будет одна бабушка с кафе. Дайте мне документы, где вам предписывается перейти на русский язык обучения, так очень хитраковатно, не было такого документа. Но не мытьем докатанием и отдельными какими-то административными рычагами тогдашний министр добило, что все школы перешли на русский язык обучения и все дошкольные образовательные учреждения. И об этом как раз в этой статье говорите. Поэтому разрешите я зачитаю рецендию. Реценди на статью Арифи Бахтикеря и Васенячкина «Проблемы билингизма системы школьного языкового образования Республики Тула». Вот уже несколько лет подряд на странице журнала «Но исследования Тула» освещаются вопросы языкового строительства языковой ситуации республики Тула. В нем собраны последние исследования ведущих социолингвистов сибирской региона и в области русско-национального доязычия, такие как Дархеева свечения Цубеновой, Паргаякова, Биткеева, Журавель. К этим авторам примкнули Арифи, Бахтикереева, Снячкина с рецензированной нами статьей. Статья состоит из введения рубрики «Исторический предпосылки» «Туинская система образования постсоветский период, доязычия на современном этапе, изучение туинского языка в системе школьного образования, учителя туинского языка и литературы, перспективы билингитизма в ТУВЕ, заключение и солидного списка литературы. Таблицы и диаграммы по статистическим данным последних лет отражают состояние функционирования туинского языка в сфере образования с 2015 по 2018 а также показывает этапы перехода туинского языка на русский язык обучения в школах республики. Результатом данного перехода стало то, что в 2018 году все школы полностью перешли на русский язык обучения. Авторы перечисляют народности, не имеющие возможности реализовать свои права в сфере языкового образования. Не участвуют в учебном процессе языки гагаузов, каракалпаков, киргизов, многобеков, киргмен, узбеков, уйгур, тюрингитов, сайотов, кумандинцев, караимов, челканцев, чулэмцев. При этом не учитывайте демократмическую мощность, статус языков юрерных витальностей. Например, идиомы тюрингитов, челканцев и кумандинцев считаются одними исследователями как отдельные языки, а другими авторами как диалект алкайского языка. А сайотов практически не говорят на своем родном языке. В числе перечисленных народностей ГГУ, Закаракалпаки, которые в основной своей массе проживают в республиках СНГ. Что касается казаков, то они большей части компактно проживают не в алтайском праве, а в республике Горный Алтай. И здесь нужно согласиться с авторами, что не реализованы права казаков компактно проживающих в России. В то же время во фразе самая комфортная языковая ситуация, которая бы отвечала запросу многонационального государства, включая Российскую Федерацию, это функционирование одного языка для всех народов в нем проживающих. Вот знаете, вот эта фраза вовведения, я повторю, самая комфортная ситуация, языковая ситуация, которая бы отвечала запросам многонационального государства, включая Российскую Федерацию, это функционирование одного языка для всех народов в нем проживающих. В ней заключается очень идиозная идея русификации всех национальностей России. Идея эта не новая, ее стараются протяжить везде под разными предлогами и формулировками. Возникает вопрос, комфортная для кого? Известно, что все народы России приняли русский язык как язык мышнационального общения и как государственный на территории России безоговорочно. Но наряду с ним хотят пользоваться и своим родным языком, что закреплено соответствующими законодателями, актами разных уровней. В известном учебнике Мечковской общий языкознания, структурной и социальной типологии языков достаточно хорошо представлены разные типы языковой политики и психологические формы. Ясно показано, когда этнос комфортно и какие случаи вызывают тревоги, какие типы языковой политики существуют в демократическом устройстве государства и при диктатуре. Типология построена на фактах мировой практики языковой политики. Нетрудно догадаться, к какому типу государства можно отнести Россию, если следовать позиции авторов изложенных в выведении статьи. Абсолютно непонятно стремление сотворить Россию прогрессом американского общества и его модели. Америку не зря называют новым светом. В настоящее время там коренные жители живут резервантами. Основную массу граждан Америки составляет пришлое в недалеком прошлом население. Их объединяет гражданство и английский язык как официальный язык. Ситуация в России иная. Все малочисленные народности являются коренным жителями и имеют многократную историю, связанную с склонными местами проживания и собственным языком. Они неизменно являются ценностью для данных коренных жителей. Поэтому нельзя идею единой гражданской идентичности связывать с унификацией языковой ситуации. Все малочисленные народности изначально являются полилингами. В этом отношении туинцы не составляет исключения. Дообразование туинской народной республики они должны были пользоваться официальным делопроизводством монгольским языком. Грамотные туинцы знали несколько языков. А ламы так правило знали кроме монгольского и тибетского языка. Известный пример ламы монгольского сочинения. Современные молодые ламы получаются образование винтик как правило знают кроме тибетского и русского языка еще и тибетский английский и хиндия на разных уровнях. Из их числа выходит успешно переводчик с тибетского и английского. Помимо прочего хочется спросить у авторов идеи единого языка является ли она официальной или принадлежит только авторам данной статьи. Если она официальная то где она озвучена? Первый из авторов Александр Леонардович Олефьев кандидат физических наук заместитель руководителя Центра исследования языковой политики международного образования Государственный институт русского языка имени Пушкина. Одновременно старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской Академии НОВИ, то есть представитель солидных научных учреждений России. Поэтому можно предположить, что в какой-то мере это официальная позиция. Если это так, то становится не по себе от мысли, что кто-то как можно быстрее хочет ассимилировать все национальные истории по языковому признаку. Скорее всего в ней выражается официальная позиция Министерства образования СФУК Китова, которая никак не формулировалась и не озвучилась ни в одном документе Министерства, но четко прослеживалась его действия начиная с 15-16 учебного года. В то же время сформулированные в заключении фразы и мысли противоречить тому, что написано во введении. Именно задача сохранения языкового паритета, предполагающего сбалансировать билингвальное образование, является одной из самых сложных. Так, это моя реплика. Скорее всего из-за того, что сложно, решили сделать попроще и все перевели на русский язык обучения. Все эти годы для меня была не доступна информация причинок и обстоятельств перехода на русский язык обучения в школах республики. Даже в начальной школе, где дети еще не владеют достаточно меряются языковым обучением. А теперь из этой статьи становится ясно, что озвучена авантюрная официальная позиция, занимавшая в то время постминистра Санча и ведомства, призванного решать задачу сохранения языкового паритета. Об этом автор пишет, что по настоянию Министерства образования и науки республики процесс перехода на русский язык обучения начат с 16 года, а в 18 году перешли все школы. Получается, в том году сдались последние стойки школы, которые сохраняли обучение на туинетском языке в начальной ступени образования. Известен факт того, что были уничтожены переводные учебника по упражнению мира и математике. Я считаю, что такой шаг ущемляет право ребенка на получение качественного образования. Это прямое нарушение пункта международной конвенции о защите прав ребенка. Всем давно известно, что ребенок, не владеющий языком обучения на должном уровне, недополучает и не осваивает знания, давая ему учителям на уроки. Автор оператор многочисленные статистические данные представлены Министерства образования Двуха-Республики КТВ. К сожалению, статистические данные не дают ясного представления о том, что испытывают младшие школьники, не владеющие языковым обучением в таком положении. В статье нет данных о психолого-педагогическом сопровождении проведенного образования в переводе всех школ на русский язык обучения. Насколько ныне используемый учебник соответствует уровню владения языкового обучения у сельских ребятишек. Были проверены уровни владения языковым обучения перед тем, как принять такое решение. Известно ли авторам масштабное социально-педагогическое исследование, проведенное Аврориным и его выводе? Скорее нет, потому что списка литературы данная фундаментальная работа отсутствует и данных о психолого-педагогическом сопровождении на переходный период статьи нет. Авторы далее констатируют. Очевидно, что Туинский не выдерживает конкуренции с русским языком, как и любой другой язык Российской Федерации, тем более он фактически с 18-го года перестал быть языком обучения. А кроме того, ранее введение доминировавшего языка в доязычных подтверждениях дошкольного образования также уменьшает сферу использования языка, находящегося в подчиненной позиции. было бы правильнее писать не фактически, а официально, потому что фактически многие школы и дошкольные образовательные учреждения остаются доязычными, а процесс обучения ведется на том языке, на котором дети лучше понимают объяснение учителя, или же учители приходится новый материал объяснять дважды, сперва на официальном языке обучения, затем дополнительно на родном языке обучающихся. Это вынужденная мера при обучении для того, чтобы учащиеся лучше усвоили материал, в то же время теряется драгоценное урочное время. Сложившуюся ситуацию нужно исследовать и с точки зрения психологии восприятия учебного материала на начальном этапе билингвизма, насколько дети усваивают учебный материал, овладели ли языком обучения. С точки зрения организации учебного процесса и методика преподания языков назрела необходимость его переосмысления сойдя с идеализированной методикой обучения русскому языку в национальных школах на интерактивные, основанные на межкультурной коммуникации. В настоящее время в мире широко используются различные методики обладения вторым языком. Нужно предложить Минобразование Республики изучать и принять этот опыт. Лунгян в одном из своих интервью говорил, теоретическая лингвистика, конечно, не всегда прямо помогает учить иностранный язык, но это точно так же, как изучение теоретической биологии. Может быть, не самый прямой путь к тому, чтобы научить ухаживать за домашними комичками. То есть лингвистические знания от этого, конечно, можно использовать, но это все же теоретическая наука, одна из главных статей в цикле гуманитарной дисциплины. Действительно, вектор направленности при овладении языком и изучении его строя разной направленностью. Возобриф теоретические знания по фонетике и графике не начнешь правильнее говорить. Сами по себе знания о системе поддержки и наклонения языка не научат вести диалог. Очень жаль, что авторы не проанализировали научно-методическое сопровождение, предпосылки перехода на русский язык обучения и учебные методические комплексы по туинскому и русскому языкам на предмет соответствия переходного периода и уровня владения языками учащихся школ республики, особенно моноязычных районов они бы увидели, что содержат словарей, в них не проставлены одарения в словах и так далее. В конце рецензируемой статьи автор сетует такая неравновесная рингвальная ситуация в реперспективе может привести к потерям процесса межпоколенной передачи туинской культуры. Да, вообще-то культура держится на языке и передается через него. Но уничтожив культуру в школе, то есть язык в школе узнать, что будет передано в следующем поколении, конечно, не приходится. Тем не менее, нужно поблагодарить авторов за публичное оглашение, принято к мистерскому образованию Тувы, мер по утеснению туинского языка сферы образования, имея многовековую историю выживания многочисленных времен в составе великих империй, Тувы до сих пор не утратили инстинкт самосохранения. Они рассуждают примерно так. Пусть все, что угодно пишут, а мы будем жить как получится. хотя реальное положение по оценке состояния функционирования языков и уровня владения языками могло быть оценено только под результатом тщательного исследования разными методами социолингвистики, а проблема лингвизма школьного образования наскоками и приказами не решит. Нужна кропотливая работа по реализации научно обоснованных концепций. Вот это моя рецензия на ту статью. конкретно перейдя на состояние функционирования туинского языка в школе, я могу к этому добавить, что реально же фактически в школах многие предметы учителя ведут на том языке, на каком детям комфортно. Например, такие уроки, как физкультура, особенно очень детям нравятся уроки физкультуры, когда ведут мужчины, и у нас очень много спортсменов, борцов, которые занимают достаточно высокие призовые места. Недавно в летней олимпиаде, который проходил в Японии, наш туинский борец, правда, под флагом Казахстана занял второе место, завоевал серебряную медаль. И приезжал к себе на родину, и вы бы видели, как везде его встречали, какие подарки дарили. То есть это говорит о том, что межпоколенная передача навыков борцов борцов национального борьбы хуреш, они не утрачивают. У нас даже есть большой и огромный стадион по борьбе хуреш. И во время празднования летних животноводческих праздников места занимаются за год за полтора-два часа, и потом пять-шесть часов сидят. Вот это зрелищное мероприятие, конечно же, полностью проходит на туинском языке. Скачки. Я считаю, что они очень быстро возродились после 90-х годов, благодаря тому, что животноводство не было утрачено до конца. Оно вернулось и межпоколенная связь, конечно же, переходила через родной язык. И во время скачек иногда приводят до 10 тысяч скакунов. На этих скакунах жокеями, то есть ссадниками, могут быть только дети, взрослых не допускают к этим. То есть взрослые не садятся на эти скаковые, на скаковых нашелях. Но бывают 7-8-летние, 10-12-летние, то есть являются жокеями. музыкально-искусство я уже сказала. И поэтому говорить о том, что туинский язык полностью достижит и школах, конечно, не приходится. Все равно занятия проводятся в шкере дополнительное образование. На таких любимых занятиях дети как физкультура. Но в то же время учебника, которые были предложены взамен адаптированных для адвенских ребятишек, они помимо того, что не содержат, то есть в них не проставлено удаление, нет словарей. В то же время там очень много таких моментов, где нужно было учесть межкультурных коммуникаций, сравнительных межкультурных коммуникаций. Вот допустим очень много в книге первый, второй класс, особенно до буквально период, период устного развития языка, много русских народных сказок. А в русских народных сказках для детей есть петух и курица как персонажи. Для тувинцев разведение вот этих птиц, конечно, нетрадиционно. поэтому когда у нас даже был такой куриозный случай, когда наша аспирантка писала диссертацию по известной книге о химнеугомонной нашей известной писателе по концепту «Утреннее время» и приводит пример. там на туинском языке написано прямой русский перевод курицы начинают кричать. Конечно для нас нам сделали большое замечание рано утром мне курицы кричат, а петухи будут людей. И для нашего туинского сознания что курица, что петух там мы практически можем обозначить. это при том, что мы несколько человек проверяли этот текст, все равно пропустили, нам даже не пришло в голову, что мы это неправильно переводим на русский язык. Вот вот другие примеры. Старик со старухой остались у разбитого коретта. Прямой перевод, если со словами взять, в туинском языке есть слово теспи. В русском языке коретта это посудина, где стирают и дают корм для животных. В туинском языке теспи, то есть вот этот прямой перевод теспи, это кухонная посуда, куда кладут мясо, особенно для уважаемых людей, вот, и где веют просы. Вот такие вещи, конечно же, в этих учебниках адресованы для русскоязычной школы, абсолютно не учитывается. Поэтому в начальном этапе, пусть даже для русскоязычной школы, для нашей республики, безусловно, нужно адаптированные учебники. Помимо всего прочего, проблем обеспечения учебниками для национальной школы хватает. Вот в силу того, что наше министерство победно отрапортовало министерство образования Российской Федерации, что все школы пришли на русский язык, начали там произошел такой случай. То есть в порядке экспериментов, почему в порядке экспериментов, я понятен, потому что прошло всего 4 или 5 лет, когда все перевели на русский язык обучения, а до этого же, в общем-то, фактически где-то на 80% школы были то иноязычными, то есть с родным языком обучения, в общем-то, соответствующие учебники были, и одновременно получилось, что была начата работа по получению грифа УМО Российской Федерации, то есть по включению в реестр учебников ФГУС, и в этом году проходила экспертизу программа по туинскому языку для среднего класса и для старших классов. Уже после того, как все утверждения прошли, буквально недавно эксперт, школьный учитель мне говорит, Мире Викторовне, когда я написала замечание, что программа больше всего подходит для школ с туинским языком обучения, то есть для детей, владеющих туинским языком на пороговом уровне, для детей, владеющих на элементарном уровне, нужны другие учебники и программы. Мне Москве ответили. Если вы так напишите, значит, по нашим данным, в ваших школах нет классов с родным туинским языком обучения, поэтому вот эти программы будут доставлены для всех, кто будет изучать туинский язык. Представляете, вообще абсурдная ситуация получается. Реально те, которые плохо владеют туинским языком, тоже будут пользоваться этим учениками, и те, которые хорошо владеют этими же учебниками. Поскольку я была руководителем вот этой авторской группы, но почему-то, когда программы утверждали, уже другие люди стали этой программой заниматься, хотя, когда говорят, учебный методический комплекс, все равно пишется концепт, на основе концепта пишется программа, и эта же группа авторов продолжает писать учебники, создают электронную форму учебников, и методические посуды. Но так получилось, что я теперь понимаю, почему. В 2018 году просто процесс написания учебника был как отрезан, завершен, нас попросили освободить, я на полстаке работала, и мои коллеги тоже, мы ушли, оказывается, министерство знало, что больше такие учебники не нужны будут. И получилось, что теперь вот эти учебники, которые мы писали для детей с хорошим туинским языком, то есть которые знают туинский язык на порогах и выше уровня, будут предложены абсолютно всем. Но это конечно вообще абсурдная ситуация получается. Либо наши учебники переделают, хотя это будет уже нарушение наших авторских прав, или уже на основе этих программ, но программа ведь тоже написана для детей с пороговым уровнем туинского языка. Что это будет, я плохо представляю, скорее всего у нас сейчас уже другой министр, правительство другое, наверное, примут более правильное решение. И говоря о учебных методических комплектах, я уже предвижу, потому что когда мы начинали писать учебники, одновременно готовились к тому, что будем делать еще электронную форму учебников. Поэтому в школах стали создавать такие так называемые экспериментальные группы, экспериментальную работу стали проводить по созданию электронных ресурсов по предмету метно-культурной составляющей. Но мы в первую очередь, конечно, имели в виду батуинском языке и батуинской литературе. И в рамках этого проекта создали контент большой, сайт называется писатели тувы. Я сегодня хотела показать, но, к сожалению, из-за этих проблем сайт на сегодняшний день не работает. Программист мне сказал, что только в феврале сайт обновится и выйдет уже в другом формате. Сделали мы большой сайт писателей тувы, потому что в соответствии с требованиями электронные формы учебников могут быть снабжены с большим количеством текстового материала. То есть, если этот учебник по туинской литературе, христоматия, как правило, содержит только отрывки какого-то произведения, если ученик захочет, то по электронной ссылке он может познакомиться с полным текстом. А это очень много текстов, и поэтому мы создали вот такой сайт писателей тувы. И в него стали вводить все электронные формы, то есть, переводить на электронные формы, в первую очередь, классиков туинской литературы. А поскольку этот контент задумывался не только научно-методическое, мы в общем-то стали туда включать практически все произведения, которые написал писатель, то есть, выпустил книги, выпустил эти книги уже целые, вот, а некоторые очень часто занимались еще и переводами, футболистикой, но и эти материалы тоже, в общем-то, стали переводить на цифровой формат. Ну а так, чтобы учителям было еще удобно работать, и для детей можно было бы проиллюстрировать, начали собирать еще и краеведческий материал иллюстративный, потому что очень много произведений, которые прямо наглядно показывают, где литературное действие происходит на территории какой-то местности. Вот. В целом на электронный формат перевели около свыше четырехсот книг. Книги, конечно, разного объема, вот, и их мы в таком поставили в таком интерактивном режиме, то есть карта была, и по карте можно было определить, из какой части то этот писатель. Вот, школы выбирали, как правило, в качестве своей работы для исследовательской деятельности, но это на школьном уровне, как правило, своих земляков. Вот. И потом к нему подключились наши студенты и преподаватели специальности родной языка и литературы. Вот. Они тоже выбирали либо своих земляков, либо родственников, либо тех, кого они считали достойным своего внимания. Таким образом, этот сайт был за короткое время, я считаю, что это за короткое время, достаточно так хорошо разработан. Но наши эти инновационные площадки закрыли, мы ушли. Значит, насколько мы смогли по университету, работали по проекту госзадания, поддерживали этот контент. Как только наш проект завершился, наши работы по поддержанию и по дальнейшему наполнению вот этого сайта уже закончилось. И вот я почему-то подробно говорю об этом, потому что я к своему предложению следующему. Не к тому, что вот субъекта республики, а к тому, что для Российской Федерации. Если меня сейчас слушает Юлия Викторовна Нормандская, я думаю, что это мое предложение заинтересует, потому что перед нами всеми, особенно для тех, кто работает в области национальных языков, стоит задача документирования языков. мы вот эти материалы, которые получили со школ, сами со студентами работали, сами тогда создавали, мы отчасти перевели еще на электронный корпус текстов кавитского языка. Получилось электронный корпус текстов на самом-то деле, конечно, научный сайт, и поэтому он содержит несколько подкорпусов, подкорпус художественной литературы мы таким образом смогли отчасти пополнить при помощи вот этого электронного сайта писателя ТУВ. А потом сами до делывали фольклорный и то не полностью, это уже аспиранты стали подключать вот это по-гереческому и после сейчас эту работу взял на себя Центр традиционной туинской культуры, где я сейчас работаю. Диалектологический подкорпус пыталась начинать я, сейчас он тоже приостановлен, поскольку не мое основное место работы. И самое интересное, мы начали на этой основе создавать еще и параллельный корпус. То есть параллельный корпус, он оказался у нас очень такой разветвленный. это во-первых тувинско-русский, русско-тувинский, тувинско-английский, англо-тувинский, тувинско-немецкий, монголо-тувинский и так далее. И начали разрабатывать, то есть появились наработки по переводу, по переводоведению. Уже мы понимали, что этот параллельный корпус нам поможет еще и при дальнейшем составлении различных переводных словарей, ну и которые могут уже пойти еще и в школьные учебники. Я имею в виду не текстовые, а именно в электронные формы учебников. И связывая вот это все, мы пришли, где я, потом еще и двое мои коллеги, пришли к тому, что для электронной формы учебников, начиная от дошкольного, если они есть, будут какие-то пособия для воспитателей, но по крайней мере с 1 по 11 класс для туинского языка и для туинской литературы нужно составить еще и такой комплексный электронный иллюстрированный словарь. Идеи есть, некоторые наработки уже есть, но опять дело стоит, а где кадры взять и кого попросить работать. Подавать какие-то фонды невозможно, потому что когда речь идет об учебной территории, об учебной каких-то вещах, научный фонд, как правило, такие проекты не поддерживает. Вот мое предложение для Юлии Викторовны. Вопрос о документировании языков наверное можно решить при помощи лаборатории, которая будет создана при вузах. Почему вузах? Потому что там есть кафедры информатики, там есть студенты информатики, которые выполняют курсовые дипломные работы, чем ими пользовались в свое время. Там есть особенно национальных вузах, есть студенты национальных отделений, это будущие воспитатели, учителя начальных классов, учителя старших классов, есть аспиранты. если выйти с предложением Министерства Миноборнауки в качестве выйти с предложением о создании лабораторий через госзадание, либо по основной части, либо по проектной части, по проектной части, конечно, это конкурсно, вот для таких национальных вузов, как наш Туинский государственный университет, Хакасский, Алтайский, но может быть еще и другие. Якутский, я думаю, наверное, в общем-то более лучше нас оснащен, потому что они недавно заключили договор такой. Нельзя ли вот такой целевой конкурс объявить, пусть это будет как документирование, потому что учебные видимо нельзя, но в то же время, чтобы эта лаборатория взяла на себя обязательства еще и на обновление учебников и учебных пособий для вузов. Поясняю почему. Потому что сейчас вузовские преподаватели настолько загружены, что дай бог подготовиться к текущим занятиям, а между тем очень много в лингвистике появилось направлений, которые если теоретически осмыслить еще наш местный материал, который можно было бы создать как отдельные курсы, либо какие-то отдельные темы, с тем, чтобы это все помогло в учебном процессе. То есть это повысилось бы качество, какое-то обновление материалов произошло бы. потому что ожидать, что вузовские преподаватели наших национальных вузов сейчас возьмутся и на новом качественном уровне создадут совершенно новые учебники, не приходится в силу того, что они очень загружены. Я даже просто нахожу, то есть на 0,25 так и работаю на своей родной кафедре, руковожу аспирантами, читаю небольшие курсы, просто потому, что нету ставок, то есть нагрузка очень большая, потом нужно все равно ротацию кадров делать, надо, чтобы молодежь привлекла на наши места, их надо какое-то время обучить, подготовить, потому что сразу с вузовской или даже с аспирантской человек сразу столько много курсов качественно вести не может. Поэтому если просить Министерство образования и науки провести такой конкурс по созданию, то есть по документированию наших языков, вот наш опыт показывает, что в принципе можно здесь обеспечить и нужды науки, и нужды образования, образования, причем и высшее образование, и школьного образования, конечно, полностью мы не покроем, но тем не менее самые тяжелые области таким образом можно закрыть. Но на 5 лет, может быть, на то десятилетие, которое объявлено ООН, десятилетие языков коренных народов. Это было бы очень здорово. Ну и плюс, когда рассматривали возможность создания отдельного контента для туинской детской литературы, то есть я обнаружила, что туинская детская литература, особенно последние 5-7 лет, она фактически, можно сказать, на нуле. Значит, туинское книжное издательство является главным в этом. Но есть, конечно, мелкие такие ведомственные, типа нашего университетского редакционно-издательского отдела при институте развития национальной школы, но они маломощные, и потом цели немножко другие. Мне показалось, что нужно обязательно целевым образом профинансировать национальные книги книги-издания, особенно в части для детей. И следующее же мое предложение для то есть это непременно возникнет при создании комплексного электронного словаря. Где-то можно использовать какие-то мультимедийные курсы и нужно создавать какие-то ресурсы мультимедийные. Но правда как я еще как-то не могу придумать, но вот это не альтернатива, но вот это карусель, которая должна была бы помочь воспитанию детей, да, и их активизация словарного запаса. Для национальных языков, конечно, он работает с минусом, то есть все дети переходят фактически на русский язык, потому что многие вот эти детские передачи, которые транслируются в этом канале, они особенно зарубежные, очень грамотно построены, то есть если внимательно посмотреть, там участников много, 3, 4, 5, минимум 3 человек, один начинает фразу, остальные эту фразу повторяют в нескольких разновидностях, таким образом ребенок запоминает вот эти повторяющиеся фразы, но наше отечественное, конечно, в этом отношении немножко уступает, потому что многие мультфильмы, которые транслируются через корсель, они ориентированы, конечно, для детей где-то старше дошкольного уровня, для младших классов, даже для средних классов, и там вот такого повтора, четкого произношения нет, поэтому, видимо, дети на этом долго не останавливаются, и нельзя ли попросить Министерство просвещения, я думаю, что это беда не только для наших туинских ребятишек и семей, которые хотели бы, чтобы дети знали свой родной язык с детства, и поэтому нельзя ли получить лицензионные соглашения лицензии на перевод вот этих детских мультиков, которые транслируются на перевод на языки, потому что лицензия, в общем-то, тоже стоит денег, ну, если это нельзя, наверное, что на местах надо это делать. Вот. Вот такие предложения, вот, и теперь уже то, что я говорила, уже для субъекта, во-первых, для моего родного субъекта, для того, выстроить систему образования на дошкольном уровне и на уровне начальной школы таким образом, чтобы сформировать сбалансированный билингвизм на начальных классах. Примеров здесь множество, и далеко ходить даже в этом не надо, потому что я сама принимала участие в создании учебников для одной единственной туинской начальной школы в Монголии. Почему принимала участие? Потому что мои асперанты исследовали диалекты зарубежных туинцев, в частности Ценгельских туинцев, где эта начальная школа отвергалась в 90 годах. И в течение лет 20-25 этот опыт был безуспешен. Стали поговорить о том, чтобы закрыть. какие-то политические мотивы наверное сыграли. И к тому времени три моих асперанта защитились. Одна из них кстати в Институте языкознания в Москве, которые стали теоретической основой для создания этих учебников в условиях зарубежья, бесписьменного данного случая, но ориентированной на то, чтобы потом читать наши книги. для одной единственной школы Анголии Анголия сделала такие учебники, их поддержала ЮНЕСКО. Значит, все пять классов обеспечены электронными, то есть это перевели на электронный формат, правда, на телевидении, есть методические пособия, вот недавно словарь подготовили, учебник очень красочный, вот там конечно вопрос стоял о переходе на монгольский язык обучения, потому что дети из чабанских стоянок приходят не зная монгольский, там ситуация такая, 80% населения казахское, 20% туинцы, монгол там фактически на единице, но поскольку государственный язык монгольский, обучение конечно потом переходит на монгольский язык. Когда привозили учебники в Штувы, детям было тяжеловато, потому что диалект сильно отличается от литературного туинского языка, и создав такие учебники дали возможность им читать на своем родном диалекте, читать, писать, конечно все адаптировалось под диалект, и по истечении трех лет стали проверять успеваемость учащихся, там система была такая, не просто учебники делались, на первом классе все занятия были на туинском языке, учебники по математике и по окружающему миру были переведены на туинский язык, с монгольского на туинский язык. Далее, другие предметы тоже разрешалось проводить на туинском языке, и в первом классе фактически монгольское язык не было, учились читать, писать на туинском языке, а потом со второго класса вводится устный монгольский, постепенно переходя на письменный, сокращаясь при этом количество часов на туинском языке, по туинскому языку, туинское язык литературы, он совмещенный такой курс, такой лингвы страновеческий, далее, уже где-то начиная с третьего класса, дети все переходят на монгольский язык полностью, кроме туинского языка. И вот на четвертом, когда закончили четвертый класс, стали проверять успеваемые учащицы, получилось, что если до этого успеваемые по математике было где-то чуть не с небольшим 70-72%, то теперь уже оказалось 90-92%. То есть налицо как родной язык помог детям успеваемости в то же время правильно выстроили систему помогла перейти на язык обучения. Конечно, ситуация немножко одна каком смысле и монгольский, и туинский это альтернативные языки, в туинском языке очень много фонголизма. Но тем не менее, почти что за год-полтора учителя добиваются таких успехов, что дети уже начинают свободно говорить на монгольском. Почему такую систему нельзя сделать у нас? Примерно такая система только конечно с возвратом осетинского языка сделана у Кабболова по осетинскому языку. Простите, забыла тем раз. Я слышала его лекции и выступления мне очень понравились. И его фраза о том, что именно такие школы будут готовить будущее осетинской нации его элиту. Так, значит, поэтому системы, то есть система есть, только надо посмотреть и попытаться это перевести на нашу почву. И плюс еще, здесь я не показала, вообще отсутствие понимания, что язык обучения, то есть русский язык как язык обучения и русский язык как предмет. Почему ты считаешь, что изучая теоретический курс русского языка, дети смогут овладеть русским языком? Но извините, фонетика выучишь, а что фонетика даст? Фонетика можно вызубрить, все правила фонетики, сколько гласных, сколько согласных, можно вызубрить наизусть. Но ведь артикуляция будет не поставлена при этом, и потом речевых наук абсолютно нет, потому что самые активные конструкции не будут даны при таком. И поэтому здесь, мне кажется, нужно использовать интерактивные методы и методы изучения иностранных языков, наиболее оптимальные, и на первом, на втором курсе. И плюс еще, мне кажется, в наших школах нужно вводить, то есть вообще не в школах, а в системе образования, уметь определять уровень владения языком обучения. Вот это практически отсутствует. На каком уровне владеет ребенок, чтобы родителям дать грамотные консультации и дать грамотные советы, на каком языке начать обучение ребенка первом классе. Каким языком он лучше владеет, при помощи каких методик, при помощи каких-то материалов можно проверить. Это я не услышала, не увидела. И поэтому здесь вот наверное надо было еще предложение написать, чтобы разработать методика определения уровня владения языками. по-моему я уже много говорю и основные свои мысли по созданию электронной формы учебника и созданию контента и на книгоиздание и на систему образования уже сказала, что касается предложений для Министерства образования Российской Федерации, я уже сказала, что нельзя ли объявить такой конкурс через госзаказ. Спасибо за внимание, я в целом свое выступление закончила, по мелочам конечно еще можно говорить долго. Да, спасибо большое Мира Викторовна за ваш очень такой информационно насыщенный доклад, мы узнали много про республику Тува, которой у нас на наших заседаниях до сих пор еще непосредственно так подробно речи не было, ну и сейчас есть возможность у желающих задать вопросы или как-то прокомментировать то, что мы услышали. Артем, пожалуйста. Да, спасибо за рассказ, действительно, мы не так много, к сожалению, узнаем про Тулу. У меня на самом деле вопросов много, но я думаю, что если кто-то из коллег еще захочет, то я без проблем подвинусь. Вот, значит, с чего хотел бы начать? Вы говорили о том, что не издается книг, честно говоря, у меня ощущение по регионам, с которыми я работаю, что дети сейчас очень мало читают. То есть, вот все сидят в смартфонах, смотрят мультфильмы на Ютубе и так далее, и так далее. В этом смысле, конечно, я согласен абсолютно с вами, что надо думать о том, что делать с авторскими правами, о том, чтобы переводить мультфильмы на тугинский язык, потому что мне кажется, что если не будет этого, то книги уже сейчас не спасут. Действительно, нужен какой-то вот такой мультимедийный контент. Но это скорее не вопрос, а такая реплика. Значит, а теперь, что касается детских садов. Вы сказали, что школы перевели на русский язык. На каком языке обучают? То есть, воспитатели разговаривают в детских садах с детскими? На русском. Все детские сады по-русски. Я же вам сказала, что официально на русском фактически это не так. Потому что вы упоминали как раз Тамерлана Камболова, который в Северной Осетии. У них как раз практикуется система, когда один воспитатель говорит с детьми по-русски, другой по-осетински. Мне кажется, что это очень интересный опыт. И, в принципе, если Камболов это смог пробить, почему это нельзя пробить у вас? Мне кажется, это можно. Я об этом же сказала, что есть положительный опыт у Камболова, почему его нельзя перейти. То есть, пока никто просто не занимался? Нет, никто не занимался. Дальше. Вы сказали о том, что нет методика оценивания владения языком детьми младшего поколения. Потому что, я так понимаю, что ОГЭ, например, оценивает, но до ОГЭ еще надо дожить. А логопеды, которые работают в детских садах, они проверяют только уровень русского, уровень туинского не проверяют? Нет, логопед проверяет произношение. Но логопеды, насколько я понимаю, в детских садах должны проверять и словарный запас, и навыки владения речью и так далее. Или это не так? Нет, в основном только на правильное произношение, логическое мышление, и потом уровень владения, это же, в общем, теоретический запас. Нет, большой такой правительный. Следующий вопрос, это вопрос о том, когда переводили школы... Простите, простите, еще очень много неорганизованных детей. То есть, детей не ходили еще в садик. Почему? Ага, понятно. Значит, что касается школ, вы сказали, что школы, которые преподавали по-тувински, уже сейчас все перешли на русский язык. Мне интересно, нет ли где-нибудь практики или, может быть, на каком-то промежуточном этапе такая практика была, чтобы, опять-таки, как у Камболова, часть предметов официально можно было бы преподавать по-русски, а часть предметов по-тувински. Я с вами абсолютно согласна. Я об этом и говорю. Когда я говорю, нужно выстроить систему сбалансированного туинского языка, сбалансированного и доязыча, я об этом и как раз имею в виду. Но, я не знаю, официально все переводят, на самом-то деле, реально, реально, все равно же говорят на туинском, где абсолютно стопроцентное моноязычное население, все равно эти занятия ведутся на туинском языке. Как только кто-то проверяющий приезжает, старается говорить на русском. Да, вот я прошу прощения, в Кунгуртуге, там же дети не говорят по-русски, да, как там в школе. Наверняка ведь... Ну, вот я и говорю. Преподавание по-туински ведется. Естественно, естественно, то есть читают тексты, значит, учебники все на русском языке, потом учитель это все, чтобы детям было понятно, объясняют на туинском. И вот это чем опасно? Потому что каждый придумывает свою терминологию на туинском языке. Вот. И получается, неизвестно, насколько он грамотно передает такие знания на туинском языке. Конечно, вот ситуация вот такая. А с лицензированием учебников какая ситуация сейчас? С лицензированием я знаю, что программа прошла, получила добро, сейчас должны готовить учебники. Но учебники готовили мы. И в 2018 году мы создали экспериментальную учебницу. То есть всего по 100 штук было выпущено, и они должны были пройти экспериментальную проверку в течение этих трех лет. Но мне неизвестно, каких школах и какие учителя это проводили. Короче говоря, вам нужен свой комболов, чтобы навел порядок. я с вами согласна. Ну, и последний у меня вопрос. Вот те предложения, которые вы говорили, чтобы и школы полилингвальные и так далее, но вместе с тем вы тоже говорили, что сейчас очень сильно идет акцент на ЕГЭ. вот если допустим, ну, как я не знаю, пофантазировать, что ли, или просто подумать. Вот сейчас же на ЕГЭ учитывается только компетенция и владение русским языком. Каким образом, с вашей точки зрения, можно было бы изменить структуру ЕГЭ для того, чтобы там учитывать еще и владение другими языками, вот в частности, например, туинским? Как-то это можно сделать? Нет, вы знаете, с ЕГЭ по всей России это такая махина, там, наверное, пытаться делать что-то, наверное, не нужно, а другое дело, просто можно систему образования выстроить таким образом, но ведь есть же дети, которые успешно сдают это ЕГЭ по 100 баллов, неэффективно, а реально сдают. И есть школы, которые получают очень хорошие результаты, я знаю даже одного мальчика, который поступил в МГУ по результатам Олимпиад на юриспруденцию, то есть есть положительный опыт, есть такая возможность, но официально до сих пор было так, что туинский родной язык языком обучения был до 5 класса, с 5 класса все должны были перейти на русский язык, реально, видимо, не так получалось, но почему учебники, сделать хорошие учебники, почему сейчас не воспользоваться и мультимедийными технологиями, потому что они дают возможность ребенке индивидуально этим заниматься, но причем, конечно, не с какого-то иностранного на русский, а именно с туинского, потому что надо учитывать особенности туинского языка, то есть нужно разработать такой курс специальный, кто бы взял с этого. Но ОГЭ можно, например, сдавать по туинскому языку? ОГЭ до сих пор была возможна на туинском языке, по другим предметам нет, потому что официально считается, что на русском языке. Но дети сдают ОГЭ на туинском языке? По туинскому языку. Только по туинскому языку. Ну, значит, это уже какая-то мотивация. Вот, может быть, как-то и с ЕГЭ можно было бы придумать, чтобы все-таки учитывать туинский язык тоже? Нет, туинский язык и ЕГЭ можно, но, понимаете, с ЕГЭ все настолько детей пугают, это такой большой психологический бодель, и как его сдает, как организует ЕГЭ у нас в Туве с такими расстояниями, вот Кунгуртога Анна Владимировна, она же там была, дети из Кунгуртога сдавали ЕГЭ первые 2-3 года в Кызыле, что это такое? Детей на полтора месяца вывозили из родных своих деревень, вот, и они жили где-то в интернате и потом сдавали ЕГЭ. Что это такое? Это же большие затраты для семей. И потом для учителя какой стресс? И одного человека или сколько человек туда нужно отправлять? Там же сдают разные экзамены. это не то, что дома. Первое. Второе, я еще знаю, одну школу, чтобы сдать ЕГЭ, ребятишек поднимают в 4 утра, чтобы 5 часов выехать и к 8 часам подъехать к месту сдачи экзамены. И ребенок целый день накормлен и накормлен. В каком состоянии находится, неизвестно. Спасибо, будем думать. Спасибо. Спасибо. Так, пожалуйста, уважаемые слушатели, еще вопросы, комментарии. Я вот пока задам вопрос, кажется, пока нету заявок. Скажите, пожалуйста, большая республика, а вот как по разным ее частям обстоит дело? Ну, вот Анна Владимировна уже упомянула одно место, но, наверное, тоже есть и другие. Я когда-то в Торжинском районе был в экспедиции. Интересно узнать, какая там обстановка наверняка неравномерна по разным регионам. Да, да, да. Потому что вот языковой здесь, конечно же, отмечается в центральных районах. То есть это Козыл, центр республики. Одна треть населения проживает в Козыле. Вот и в пригородах дополнительно, если так взять, половина республики около Козыла. То есть Козыл и около Козыла это половина республики. А в Астельных в общем-то у нас в среднем два человека на один квадратный километр. Вот. Разброс очень большой. В Торжинском районе как раз ситуация именно в районном центре хорошая, потому что там уже два столетия проживает русский, русскоязычное население и не собирается никуда уезжать. Там им хорошо. Но есть туинцы-тутжинцы, которые живут в тайге глубоко, качуют вместе с оленями. Там же ситуация совершенно другая. Это совершенно изолированные люди. Как вот Анна Владимировна говорила про конкурсов, это тоже изолированный диалект по моей классикации. Есть еще такие изолированные пункты, как Карахоль, Банбатайга, куда надо добираться часов 13-15. И там, конечно же, у нас в основном русскоязычное население живет там, где можно заниматься земледелием. Это где-то километров сто вокруг Козыла. А дальше в основном у нас моноязычное население. Моноязычное население. И поэтому в общем-то считают, что они все хорошо говорят на русском. И дети дошкольники тоже моноязычные? Сейчас дети дошкольники, они у нас иногда вырастают русскоязычными благодаря Карусели. Хотя я слышала, что у некоторых такая интересная речь с такими многочисленными ошибками, но говорят между собой разговорить по-русски, потому что воспитатели с них требуют на русском разговаривать. И потом Карусели не слушают на русском. Всякие приложения тоже на русском. Видимо, все-таки есть некие места, где ситуация еще немного иная, и там дети приходят в школу по крайней мере с существенным знанием тувинского языка. А может быть, только с тувинском, да? Да, есть. И прямо сразу их начинают переводить на русский язык. Моментально с первого класса на русский. Понятно. И еще такой вопрос, он, наверное, связан с тем, о чем Артем спрашивал. Когда мы в целом пытаемся по России увидеть обстановку, у нас есть некий спектр состояний языков и в этом спектре тувинский язык относится к числу самых благополучных. Есть буквально на пальцах двух рук можно сочетать языки, которые более или менее благополучны, скажем так. Тувинский относится к этой категории. Поэтому если это представление соответствует действительности, то у вас как бы в республике Тыва исходная ситуация более благоприятная, чем во многих других местах. Еще существует такой большой массив населения разных возрастов, где знание языка представлено. в этой связи вопрос по тем направлениям, идеям, по которым вы сказали предложения какие-то какая-то деятельность уже происходит или пока что люди еще не озаботились этой проблематикой и просто процессы происходят все стихийно? Судя по социальным сетям, я специально прослеживаю социальные сети, население разделилось на два лагеря. Одни, которые считают, что нужно все перевести на русский язык, вторые, которые категорично заявляют нет и что нужно сохранять родной язык. Но какую позицию министерства образования занимает на муче, они пытаются исправить нынешнее положение. Но как это будет сделано, я не знаю, потому что нынешний министр образования, он настоящий приезжий из Красноярска, вникнуть ему в эту ситуацию и принять какие-то срочные решения, я не знаю, насколько ему это отдастся. А институт развития национальной школы, которая должна была призвана, но до этого успешно занималась с этим. Я считаю, потому что благодаря тому, что в свое время очень активно стали проводить занятия по этнопедагогике, там целые курсы разные, дополнительные занятия, не специальные уроки, а именно дополнительные занятия, кружки на родном туинском языке, именно на местном материале, вот допустим, годовое пение или же ацамблевое пение, или же национальные инструменты и так далее. В 90-х годах это было единицей, причем даже как-то, то есть национальные инструменты, они уже исчезали, но их восстановили. И сейчас уже у нас в республике есть национальный оркестр, который успешно вострелирует не только по Туве, но еще по республикам, по другим субъектам. Недавно они при Балтике были. Это вот тот результат возрождения национальной культуры и вхождение именно в современный, то есть с использованием современных средств и с логичным переходом на современное состояние, музыкальная жизнь. Это один из примеров. Я про борцов уже сказала, что национальная борьба в виде кружков дала такие результаты, что у нас очень много борцов, которые занимают призовые места. То есть положительный опыт в этом есть. И насколько сейчас министр, нынешний министр, потому что за то время, как предыдущий, про который я говорила, сменилось два человека, вот этот министр, насколько он быстро вникнет в эту ситуацию, институт развития национальной школы, насколько займет свою прежнюю позицию, потому что мне кажется там понимание еще глубоко от тех проблем, которые начали возникать, пока еще нет, но они в этом году сделали пилотные проекты, пилотные проекты возврата на туинский язык обучения в начальных школах. Но садики остались, и причем так интересно, в садиках они разрешают два раза в неделю по 20 часов вести занятия на туинском языке, когда они возвратят, понимаете, если не обратить внимание именно на начальную школу и на дошкольную, мы лет через 10 получим совсем обратную картину. Спасибо, Ольга Анатольевна, пожалуйста. Спасибо большое. Мира Викторовна, я хочу вас поблагодарить за доклад, потому что чрезвычайно важная информация и совершенно душераздирающая эта уже история совсем недавняя о ликвидации обучения на туинском языке, но это просто иллюстрация к тому, как люди наверху в министерствах, ну вот в вашем случае, как я понимаю, это министерство республиканское, но такое впечатление, что и министерство федеральное тоже мало понимает в том, что вообще происходит с языками, с языком, что может произойти. Во всяком случае, понятно, почему они решили быстренько поднять уровень владения русским языком путем ликвидации использования в школе туинского языка. А ребятам не вдомек было, что не обязательно ликвидировать один язык для того, чтобы поднять уровень владения другим. И это действительно страшная картина. Ломать не строить, душа не болит, но действительно это жуть просто полная. Вот я слушала и сердце кровью обливалось. Вот была была такой ну я когда официально получила обучение было поставлено на язык уровень обучения русскому языку в школе они просто затоптали обучение на туинском языке и ввели все по-русски как-нибудь детки выкарабкаются. Да, да. Это как кто хочет выплыть, кто-то выплывет, а кто нету, то нет. И создав этим массу разных проблем уж про детские сады то есть это вообще подсудное дело то, что натворили у вас в республике министерство предыдущего. Ну, единственное остается надеяться, что может сейчас будет действие поумнее, но вот уже разломанное конечно разломанного жаль. И абсолютно ну вы как практикующий педагог и как бы с научной точки зрения еще смотрящий на все это очень четко выделили на мой взгляд точки это вот определение уровень владения для министерства это какой ни есть уровень учебник все галочка поставлена вперед из песни и это идет к сожалению не только в республике у вас это идет по разным республикам а вот насчет я еще хотела сказать насчет ЕГЭ в Якутии это сделали ЕГЭ по крайней мере возможность сдавать ЕГЭ по не на конечно к сожалению а по малым языкам Якутии ну ЕГЭ по якутскому это у них есть это давно это тоже пример в некотором роде для других республик а еще и для миноритарных языков республик там у них я знаю можно сдавать ЕГЭ по юкагирскому например языку а где это вы зачитываете примеры есть и много конечно и от центра зависит они будут поступать на педагог преподавателя родного языка вот там это зачитывает но там несколько случаев вот несколько детей которые это ЕГЭ сдавали в общем есть вот так что вот я просто могу только пожелать вам всяческих успехов но главное мне кажется надо продвигать мысль что не вместо если они порушат Тувинский они не улучшат русский в республике безусловно вот вот это вот что на самом деле лишний язык он не должен работать появляться за счет вытеснения того что уже существует спасибо вам большое вы в некотором роде открыли глаза на проблемы Тувы для меня потому что для меня действительно был образ Тувы как республики где в общем с языком все хорошо у нас было у нас было очень хорошо когда министром был Петр Александрович Морозов именно тогда когда он работал мы начинали концепцию преподавания новые концепции преподавания Тувинского языка вот эти электронные образовательные ресурсы тоже именно в его быт нас начинали но вот потом пошло такое огромное разрушение но я очень надеюсь на большую помощь центра Тувинской культуры где я сейчас работаю основное мое место работы значит у них есть несколько каналов по социальным сетям и мы проводим такие разъяснительные лекции беседы вот и у них есть даже клуб такой но у них конечно немножко не чистый язык у них у них говорят у нас это нематериальное культурное наследие оно полностью строится конечно же на тувинском языке вот вся работа поэтому вот центр традиционной тувинской культуры где я сейчас основное место моей работы вот здесь мне очень хорошо помогает вот те душевные силы которые я беру вот именно от них не от министерства образования где действительно раньше я помогала им работала там именно от работников культуры там у меня есть мои аспиранты есть соответственно защитившаяся Москве Менге Васильевна Анна Васильевна очень очень хорошо очень хорошо знает Юлия Викторовна вот она и продвигает идею возрождения сказительства потом народными песнями занимается директор этого института народных имиджей Игорь Кашкандей вот и у них есть несколько клубов по интересам и через ютуб канал они меня снимают и я там вещаю насколько могу спасибо вам за большой интерес за понимание моего состояния когда я брала за такую тему это было тяжело пожалуйста следующий вопрос Семену Ясу да здравствуйте Семену Ясу студент регистратора по языку политики в школе экономики спасибо большое вам за доклад было очень интересно послушать вот у меня такой вопрос но не знаю но скорее чуть больше философский вот этим летом я был в одном из стойбищ или стоянок в Чедехольском районе это вот район западу Козыла вот ну я для аудитории говорю вот и как турист на самом деле как следователь вот и там среди местных жителей были в том числе молодые люди дети с разным уровнем владения русским языком тубинский знали все русский язык было всех разный вот у меня запомнился случай был молодой человек лет 18 ему было ну я не смог с ним разговаривать то есть он говорил по-русски ну сильно плохо то есть какие-то слова он знал но чтобы как-то проговорить на какие-то не очень сложные темы у нас это не получилось то есть вот и вот как бы как бы вы это оценили это как это недоработка системы образования либо это какой-то успех может быть с точки зрения развития сохранения тубинского языка или с другой стороны человек получается знаю может быть я как-то смотрю по-другому но он может быть теряет перспективы своей жизни или хотя бы доступ к какой-то информации которые нет на тубинском языке то есть это вот как бы вы это оценили это скорее как хорошо или как плохо вот такие категории но знаете ситуация конечно очень гигантная в целом очень много людей конечно не на том уровне на каком нужно бы знать русский язык поэтому я подняла вопрос об уровне владения русским языком реально конечно нужно говорить об уровне о совершенствовании уровня владения русским языком не только в школьном образовании но и потом дальше потому что этим нужно постоянно заниматься и должны быть какие-то структуры которые помогали бы людям дальше совершенствовать и нужны какие-то курсы вот сейчас же можно пользуясь техникой учить языки но вообще ты видишь очень хороший музыкальный сток и хорошая память и они очень быстро перехать но есть конечно такие которые но считают что но это наверное такой тяжелый случай когда люди считают себя недостойными хорошей жизни и так далее такое бывает но это очень редко очень редко потому что видите основой жизнедеятельности республики все-таки остается животноводство а животноводство это отгонное пастбище я все равно преклоняюсь перед такими людьми то есть для них знание русского языка не так важно как важно знать как пасти скот правильно и как правильно за ним ухаживать а там есть техники ветеринара которые помогут в случае чего на связь выходят есть грамотные родственники вот ну и такие люди нужны вот в Туву все время особенно вы мыши школы там не хочешь хорошо знайте все называют очень бедным ребенок на самом-то деле те которые проживают в Козелье имеют очень много родственников и благодаря этим родственникам выживают потому что они содержат свой скот помогают косить сено присмотреть за скотом и даже немножко деньгами помогают вот ну конечно же сейчас и появляются уже такие любимые у нас вот но есть случаи возврата в село чтобы каким-то образом поддерживать своих детей но в принципе животноводство конечно здорово помогает отказываться для нас это просто невозможно ни в коем случае не надо отказываться следующее по порядку спасибо большое высказывание Уданая Максутовна пожалуйста микрофон включите пожалуйста здравствуйте меня видно да нет нет украшений уважаемые коллеги я очень рада что вживую увидела Мир Викторовну послушала Мы работали с ее статьями, прежде чем написать свою статью. Это вот как раз я один из авторов статьи, на которую ссылается, как на одну из точек опоры своего выступления, Мира Викторовна. И ничего не буду говорить, это не так, это из контекста вырвано. Абсолютно потому, что я считаю, что здесь сидят специалисты. И, может быть, хотя бы человек пять посмотрит замечательный журнал, просто прекрасный, новые исследования ТУВИ, которые входят и в скопус квартал 1, как бы мы туда хотели попасть или не хотели, и в Web of Science. Замечательный журнал, и, может быть, кто-то прочитает статью и поймет, о чем там идет речь. Но то, что одно из предложений начала абзаца дало вам точку опоры и высказаться, и сделать такой дискурс, что кто-то очень большой противник развития национальных языков, Уж кому, как не мне, человеку казашки, этнической, родившейся в России, было не обидно, когда закрывалась последняя казахская школа. И в Астрахани, и в Горном Алтае. Было обидно, но я очень была рада, что здесь сидел и Михаил Александрович Марусенко, автор пяти монографий по языковой политике, и последняя его монография была по языково-образовательной политике Российской Федерации. Он у нас выступал с пленарным докладом, он сегодня был слушателем. В рамках лингвополиткорректного дискурса можно долго ходить и говорить, что да, очень жаль, да, нужно помогать. Но закономерные процессы, от них никуда, наверное, не деться. Но это не значит, что нужно сложить ручки и ничего не делать. Я очень рада тому и благодарна вам, Мира Викторовна, что вы, думаю, заинтересовали несколько человек, и люди почитают нашу статью. А так и не знали бы и о журнале «Новое исследование», то вы об этой статье. Но все-таки закончу свое выступление тем, что скажу. Гуга Шухарт сказал, двух людей с одинаковым научным багажом не бывает. И одну и ту же строчку, вырванную из абзаца, могут трактовать по-разному. И я думаю, что самое главное, что я сделаю сейчас, как главный редактор ВАКовского журнала в РДН, приглашаю вас. У нас есть рубрика в этом журнале «Отклики, рецензии, дискуссионная площадка». Я считаю, что среди ученых, среди специалистов, среди исследователей должна быть такая контест-площадка, как спор, дискуссия и как зов боевой трубы. Вот он должен нас звать на такие интеллектуальные встречи. И тогда мы все, как контекстуально обусловленные по единой проблематике, должны быть все услышаны и вовлечены в диалог. Тогда у нас получится интересный научный российский мир, интеллектуальный мир. А не так, как вот недавно некоторые психолингвисты, подбивавшие меня подписать какие-то там письма, не прочитать статью коллеги Федоровой из МГУ, которая явно пишет субъективная оценка. Уже анафеме придали. Поэтому благодарю вас, Мира Викторовна, больше всего за то, что вы дали возможность коллегам узнать о нашей статье. И приглашаю вас, с вашей рецензии мы ее опубликуем и дадим ответ. Спасибо. Спасибо. Спасибо за приглашение. Но я Тимизия Кударова не обращалась, но она мне просто отказала молча. Вы видели нашу почту, вы могли написать нам. Но я почему-то думала, что, да, вообще-то, наверное, надо было так делать. Спасибо за приглашение. Ну, хорошо, что этот диалог произошел. Спасибо. Теперь следующий вопрос Нины Ивановой. Добрый вечер, коллеги. Добрый вечер. Уважаемая Вера Викторовна, здравствуйте. Ну, вот по такому, значит, по содержательному докладу у меня возник такой вопрос, да, я всегда обращаю внимание на установки. Как у вас, какие у вас установки у детей, возможно, и родителей сегодняшних, на английский, на иностранные языки, какие у меня установки? Установки? Вообще-то, многие родители хотели бы, чтобы дети были прилипами, то есть, чтобы знали и русский язык, и английский. А как сами дети, владение английским, уровень примерно? Ну, знаете, про массовое я не знаю, но, значит, то, что у нас университеты открыли специальности в туинский язык, английский язык, и потом английский, как традиционный, да, мы дали возможность сельским ребятишкам, которые не изучали в полной мере английский, которые могли, которые, ну, точно бы провалили ЕГЭ, значит, минуя ЕГЭ по иностранной музыке, поступать к нам и в то же время выучить английский язык. Вот, то есть, это говорит о том, что, и там конкурс, что желание у людей есть, получить английский язык. Ну, а потом, вот у нас большой пример исполнителей горлового пения, они же все владеют английским языком. Русским иногда слышать даже плохо, английским лучше. Ну, конечно, они владеют на устном уровне, простите, на разговорном уровне, но не в примере мы. То есть, если сравнить со мной, я, конечно, не так. Я могу прочитать, понять, но они свободно владеют по сравнению со мной. Далее, то есть, это группа, да, группа, которые бы хотели это завладеть английским языком. Но в данном случае учебники, которые предлагаются детям, они же через русский. И здесь тоже, в общем-то, возникают такие проблемы. То есть, русский еще, как следует, не знает, еще тут английский. Но были экспериментальные школы, группы, которые, где английский давал себе за языка посредника, то есть, непосредственно стуинского. И был их такой положительный опыт. Но, к сожалению, не продолжился. Это я к чему спросила. Ну, акторы языковой политики, да, которые у нас, видимо, ну, теневая какая-то языковая политика сейчас ведется, мы все знаем, да, они зря сталкивают этнические языки в регионах и русский язык. Зря, очень зря, потому что я второй год уже занимаюсь детьми. И получается такая картина, что дети, они сейчас готовы перескочить через государственный русский язык и вполне себе так успешненько приобрести какую-нибудь совершенно иную этническую, ой, идентичность. Очень высокий интерес к иностранным языкам. И вот очень зря я хотела сказать, что зря вот такая политика сейчас ведется. И в сфере образования это везде уже на всех уровнях. Такое ощущение, что телега мчится вперед лошади. И к чему это приведет? Неизвестно. Очень тревожная ситуация. Спасибо. Да, я... У нас очень много туинцев, которые живут за рубежом сейчас. И очень много ребятишек, которые учили китайский в Китае, в самом Китае. Вот. И есть такие, которые проживают успешно в Америке. Вот недавно, наверное, видели, один мальчик выиграл огромные деньги в каком-то там супермарафоне тоже тувенец. Но я с вами в этом отношении согласна. Согласна и спокойно к этому относятся. Вот. И вообще-то среди туинцев сейчас в последнее время очень много миграций за пределы Тувы. Если раньше миграция была в основном город-село-город, а теперь уже из Тувы во все, где только можно заработать денег. Очень много туинцев в Якутии сейчас, на Камчатке, в Москве, в Питере, потом в Тюмени, еще вахтовым методом, еще где только не работают. И очень много учителей и врачей уезжают. То есть уезжают люди с образованием, с хорошим образованием. Айсай Николаевна, пожалуй, следующее высказывание или вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Мира Викторовна, хочу поблагодарить вас за такой, за то, что вы подняли такой актуальный и болезненный вопрос. Действительно, после 18-го года мы не заметили, но вот концепт вообще такой, национальная школа в многих республиках исчез, или исчезает. И, наверное, тут вот Артем сказал про Камбулова, а мне кажется, вы и есть туинский Камбулов, потому что вы влияете на мнение населения. Айсай Николаевна, я не педагог, он же все-таки педагог. Но все же у вас большая школа, у вас много учеников, которые влияют на языковую политику республики. Мы в прошлом году просто работали немножко у вас и брали интервью у разных экспертов, у учителей, у языковых активистов. И вот в связи с этим у меня два вопроса. Вот первый вопрос. В июле прошлого года вот в интервью с Бичилдеем Кадролу Алексеевичем стало ясно, он рассказывал о такой ситуации, что в 21-м году дети, которые подверглись этому эксперименту, то есть их перевели в 18-м году на русский язык обучения, они сдавали ЕГЭ, и оказалось, что результаты ни по одному, ни по другому языку не были хорошими. И после этого педагогическое сообщество Тувинское забило тревогу. Должно было состояться в августе по-моему конференция педагогическая, где должно было быть принято решение о создании трех линеек учебников и так далее. Закончилось ли это чем-либо? Есть ли результат? Первый вопрос. И второе. Значит, тогда же вы рассказывали в прошлом году, что даже мы ходили с вами в Министерство культуры, где высказывались планы по поводу создания канала детского с контентом на туинском языке. Чтобы узнать, что-то было сделано после того? Спасибо. С каналом оказалось дело посложнее. Техническое оформление, финансирование. Но Центр Туинской культуры пытается это дальше делать каким-то образом. Что касается трех линий, пока что я не знаю. Трех линий, но вот объявили, что 50 школ вновь возвращается на национальный, то есть на туинский язык обучения. Но научно-методическое изучение, насколько это грамотно было сделано или просто старое вернули на новое место, вот это надо смотреть. Просто честно сказать, я совсем мало имею информации от Института развития национальной школы. Но в силу моей позиции, наверное. Ой, что-то я не слышу вас. Да, спасибо. Я вижу, что поднимает руку Римма Васильева. Василия Варима-Накентьевна, институт гуманитарных следований в городе Якутск. Спасибо большое за доклад. У меня такое впечатление сложилось, в общем-то, что действительно туинцы, они же буддисты, у них религиозность составляющая очень сильная, и домашнее воспитание, и передача культурных традиций, все это очень на высоком уровне, я думаю. Поэтому языковая ситуация у них разная, как правильно сказали, что есть моноэтническое село, и приходит ребенок, допустим, который вообще не знает русского языка, я думаю, что преподаватель объясняет все на родном языке. То же самое у нас в Якутске, например. Возьмите, я ходила в национальную гимназию в городе русскоязычная среда в основном, и вот национальная школа, там, где дети в основном, которые приехали из УУСов, хотят обучаться на родном языке. Я разговаривала с заучей, она сказала, да, у них есть учебники уже отработанные, линейки на родном языке, но есть которые только учебники на русском. Преподаватель берет учебник, на русском языке и дает все знания на родном языке. Поэтому, знаете, вот сильно вот так вот такое, знаете, картину давать, что вот очень все печально, я думаю, что это нет. Просто мне надо, кажется, что просто изучить опыт надо, такой позитивный. Там, где очень хорошо дается обучение, вот там, где это самое на русском языке ведется, но в то же время преподаватель использует национальные компоненты. Просто надо изучить опыт таких школ, так, и часы сохранить надо национального языка. Почему бы нет? Я считаю, что вот эти школы такие работают, но на билингвальном, потому что если человек приходит в школу и не знает русского языка, как он вообще ему внушненно преподаватель говорит на своем родном языке, то же самое происходит у нас в сельской школе, когда преподаватель берет учебник на русском языке, он будет объяснять все это на русском языке, в смысле на родном языке. Я говорю, такая система сейчас сложилась, потому что учителем унуждено заниматься таким разъяснением всего материала учебного, возьмите политехническую школу, я тоже ездила, преподаватель прекрасно все объясняет на якутском языке материал. Вот так вот я считаю, что не надо как-то сгущать, ты так слишком краски. Я не сгущаю краски. Просто я говорю, что надо использовать опыт положительный. Я не сгущаю краски. Принвуального образования просто, и все, принвуального образования, и вести преподавание родного туинского языка, вот это же не возбраняйте у нас обстояли несколько часов, преподается национальный язык, начальные классы тоже преподавание народного языка, можно тоже это все решить на республиканском уровне. И вот я не знаю, почему это такие проблемы вызывает. Извините, конечно. Я об этом уже объяснила. Я сказала, что формально школы перешли на русский язык. Фактически положение остается таким же апреком говорительным. Объясняет все это на одном языке. И все это надо изучить, всю эту методику, все это сформировать методику и значит взять какую-то площадку, допустим, школу, площадка по внедрению бингвального образования и заниматься этим вопросом. Я так считаю. Потому что преподаватель делает все, что в своих силах они делают. У вас же республика очень религиозная. и у вас очень это самое все это можно очень хорошо сохранить традиционные ценности в том числе. В отличие например в Якутской республике если у нас языческие традиционные верования и православие то у нас конечно еще хуже я считаю ситуация. Все что вы говорите абсолютно верно. Я в самом начале сказала что нужно учитывать религиозную ситуацию в самом начале свои доклады и что переводить школы на русский язык обучения даже пусть это формально этого не надо было делать потому что это в общем-то противоречит фактическому положению дела. фактически получается все так как вы говорите вот и поэтому просто вот то фактическое положение нужно узаконить и сказать что эти школы доязычные что сейчас собираются вот пытаются переделать пилотные пилотные площадки поскольку родители тоже работают в школе я спрашивала это национальная школа и внутри национальной школы появились классы с русским языком то есть без тувинского языка и сейчас уже прошло по-моему 4 года и вот этот класс будет выпускаться и уже перейдет в пятый класс и с каждым годом вот в этой национальной школе один класс все равно формируется без тувинского языка то есть этому способствует еще вот это закон который был принят о добровольном изучении родных языков в самом обществе идет такое что как бы сами родители поощряют чтобы дети изучали русский язык и вот этот закон который был принят он так скажем способствует вот этому увеличению вот таких вот детей и еще я бы сказала что даже моноэтнических селах есть так называемые дети телевизоры которые изучают осваивают вернее русский язык путем просмотра телеканала карусель и так далее еще я бы сказала что влияет влияет развитие интернет сейчас по отчету министерства информатизации я видела что почти что 80% республики уже есть мобильная сеть естественно дети пользуются гаджетами и быстро переходят на русский язык и поэтому говорить о том что ситуация прямо так скажем благоприятная не приходится дело в том что несмотря на то что благоприятные условия тувинцы не настигает а очень быстро очень быстро идет языковой сдвиг ну буквально если так будет сохраняться если тувинцкий язык тем более уберут в садике или в начальных школах это наверное дело буквально двух поколений и еще Мира Викторовна уже говорила об этом что очень сильная трудовая миграция люди уезжают и ну поэтому вот эти факторы экономические факторы информационное вот это развитие технологий и вот это языковая политика в области образования они сейчас очень сильно влияют у меня вот такое дополнение спасибо Чичик Сергеевна вот хорошо если бы ты работала на стуле то есть вообще в республике конечно нужен человек специалист по социолингвистике и очень плохо что Чичик специалист именно в этой области живет в Бурятии но все равно родственник не забывает работает это пример трудовой миграции видимо да 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 вот спасибо Гальне Александру Медракееву что она поддерживает ее и видно что вот она растет но вот я забыла о своих предложениях сказать что наверное в структуре правительства либо в министерстве образования обязательно нужен специалист по социолингвистике я-то в воле случая стал социолингвистом реальный я конечно же больше занимаюсь дилектологией в последнее время корпусной лингвистики морфонологией вот а здесь просто такая необходимость появилась я хотел спросить вот у вас среди ваших предложений была такая идея которая мне показалась весьма интересной это чтобы задачи по документации были поставлены задания вузом да 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 а вот допустим представим себе что как в сказке это вот случилось и на завтра такая задача поставлена есть коллектив людей которые сможет его прямо сразу эту задачу начать выполнять за других я не знаю но горно-малтайские есть потому что они приезжали брали у нас пример у нас да у нас да мы тоже подали опять заявку в прошлом году до сих пор никакого ответа нет по проектной части вот ну и потом упустили возможность оказывается можно было пролонгировать наш проект вот у нас да есть вот в Хакасии Анна Владимировна наверное лучше знает но в Хакасии тоже необходимо сесть и есть такие люди которые могут дальше работать да в Хакасии есть люди которые могут этим заниматься да и причем корпус Хакасии это лучше сделала чем наш ну его мы все-таки делали да 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 ну по крайней мере а у меня слава богу сын программист в этом вся штука надо каждому завести сына программиста ну да от программистов много что зависит Артем пожалуйста еще вопрос Артем Федоринч перевысказывание да на самом деле я может быть немножко шутку скажу вот есть Аржан Асюрун да которая сейчас работает как раз в отделении по документации и ревитализации она же Тувинк вот и мы как раз регулярно на наших заседаниях озвучиваем ту мысль что теоретики лингвисты они как бы хорошо занимаются документацией но хорошо бы чтобы они делали еще что-то практическое Аржана в принципе делать практические вещи умеет потому что она с тофаларским языком работала записывала подкасты там на ютубе что-то выкладывала и так далее в принципе я не знаю как у вас позволяют ли возможности но кто-то может быть из ваших вузов как-то мог бы договориться с Аржаной и она бы вам могла помочь с контентом в том числе на тувинском языке я говорю это сейчас скорее шутка чем серьезно но в принципе можно было бы подумать такой человек мне кажется вам бы не помешал нет у нас есть люди которые могут работать мы можем привлечь но вся проблема в отсутствии финансирования в отсутствии ставок но вот весь этот коллектив корпуса ваш он же занимался люди занимались этим некоторое время вполне успешно в общем да ну Айлита Яковлевна сейчас в научном отделе Баляк Тешовна с Аржаной Борисовной на 0,5 ставках вот я уже это самое центр ритуинской культуры Валентина Сувановна на помощь ставки на карте русского языка то есть мы можем собраться но нам очень хорошо помогали магистранты и аспиранты которые уже закончили вот придется новых людей добирать но понимание необходимость дальнейшей работы у нас конечно есть но мы никак не можем сдвинуть с мертвой точки вопрос с институтом гуманитальных исследований но там вроде бы тоже сейчас смена руководства и вроде бы сказали да-да-да но вот у нашего вуза просто нет ресурсов вот содержать людей и потом очень большую техническую часть выполнять потому что оригинальные вузы они как правило небольшие и не могут отдельные научные статусы выделить поэтому я говорю что давайте может быть проектной части то есть наравне с документированием это можно было бы еще и учебной литературы подготовить если будут ставки ну что же дорогие коллеги мы уже два с половиной часа заседаем я думал что пора подводить итоги ну и я очень кратко выскажусь большое спасибо Мира Викторовна вы нам действительно показали так предметно ситуацию в Туве про которую может быть мы думали в слишком благоприятных терминах она оказалась более проблемна чем я например предполагал и некоторые другие коллеги тоже так же как ясно было из высказываний понятно что вот в этом глобальном процессе утраты языков тувинский язык еще находится где-то на начальной стадии ну и хорошо что вы и ваши я уверен что у вас есть и другие люди в Туве которые озабочены этой проблемой и вы можете ухватить эту ситуацию тогда когда ее еще относительно легко направить в какое-то другое русло гораздо легче чем в тех случаях когда люди начинают об этом думать уже когда полностью разрыв произошел между поколениями остались только пожилые носители вот поэтому я желаю вам успеха в том чтобы удалось такие такую работу в республике начать ну и может быть обсуждение которое здесь происходило тоже к чему-то полезному подтолкнет каким-то контактом дальнейшим обсуждением ну и может кто-то из слушателей захочет также с вами связаться и более конкретно какие-то направления разработать ну и кроме того здесь прозвучали интересные мысли предложения которые выходят за пределы собственно тувинского языка вот идея про возможную возможно так предание задания по документации вузам она мне кажется действительно любопытна сейчас такая работа не вписывается вообще ни в какую структуру госзаданий по науке в России и это видим мы тут в институте языка знания про это периодически говорим и это не случайно потому что это такая деятельность которая не приводит к немедленным и быстрым результатам результатами государство считает рейтинговые публикации вот поэтому ну вот как буквально на днях мы вместе с Андреем Болеславовичем Шлуинским которые здесь тоже присутствуют были в министерстве и оказалось что даже в министерстве эту проблему ну если не понимают то готовы начать понимать вот так что есть над чем подумать и спасибо вам еще раз за информативный содержательный доклад всем большое спасибо за то что очень внимательно меня выслушали высказали свои предложения предположения но самое главное конечно в том что я говорила конечно же здесь очень много проблем которые мы должны себя решить то что Андрей Александрович сейчас сказал через Минобразование пробить вот эту проблему я только за я думаю что Анна Владимировна будет за Юрия Викторовна потому что здесь очень много такой технической работы действительно вернуть диалектологическую практику в вузы да и фольклорная практика и фольклорная да но дело в том что она некоторое время назад вот когда-то в восемнадцатом году мы были в Балкарии да ну в Нальчике и там значит случайно разговаривали тоже с университетскими людьми хотя мы в основном с институтом общались да и они сказали что у них нет финансирования на фольклорную практику хотя она в принципе стоит у них в планах образовательных а ну надо сказать что финансирование фольклорной практики в Нальчике это вообще-то говоря странная вещь потому что каждый студент который два часа за два часа может на попутке доехать до верхней деревни в ущелье где у него есть бабушка вот в общем мог бы это делать на самом деле вот не только фольклорная директорологическая практика есть для информатиков это очень хорошая помощь подготовка вот но у нас конечно планы есть в том как расширять за счет кого и чего вот и самое главное здесь не только электронный корпус не только документирование языков но еще можно вузам дать обязательства обновить учебники учебные пособия это очень важная вещь насколько мы обновимся будут обновляться и школьные учебники потому что на другой качественный уровень на другое состояние уже нужно прийти особенно по межкультурной коммуникации очень интересные вещи можно сделать и тогда уже будет это большая помощь для учителей русского языка для артурецких ребятишек для английского для учителей английского языка потому что там очень много таких подводных течений которых учитель можете не догадываться а вот здесь может подсказать или упредить какие-то ошибки я все-таки буду очень рада если вот эта моя голубая мечта которую я нашел уже несколько лет все-таки где-то забрежет на том конце спасибо всем большое огромное ну и еще я думаю что может быть вам действительно было бы хорошо пообщаться вот с Уданая Максутовна с коллективом который писал ту статью на которой нам излагали рецензию это могло бы к чему-то полезному привести к какому-то следующему шагу мне кажется тем более запрос с той стороны как вы видите есть я уже обещала да хорошо спасибо большое еще раз всем и в первую очередь докладчику до следующей встречи в следующем месяце до следующей встречи